Добрый день, меня зовут Марина Черковинская, я работаю в лаборатории прогнозирования финансовых ресурсов и хотела бы рассказать сегодня о небольшом исследовании, которое мы прибыли с Антоном Лисеевым. Первый день семинара, Жак Сапир рассказывал о снижении ставок и инвестиции в Россию. Наш доклад может послужить дополнение к этой теме. Мы изучали периоды снижения ставок в разных странах. Мы изучили периоды снижения ставок в разных странах и на основе порученных данных по фронту будет проанализировано текущий период снижения ставок в России. И дать прогноз объема внутреннего кредита. И дать прогнозы прибыли снижения ставок в разных странах. То есть такое состояние в двух частях? Сначала я вкратко расскажу об опыте других стран. Моя презентация в Туар-Воле. Добро пожаловать в Туар-Воле. Об этом Антон частично рассказывал на семинаре в Париже. Затем перейдем к сценарному метрогнозу объема внутреннего кредита в России с использованием положительных данных. Дальше я перейду к сценарию в России с использованием данных по фронту. Как при анализе опыта таких стран по снижению ставок? В качестве единиц измерения мы выделяли периоды снижения ставок или так называемые процентные кризисы. Я выясню, процент кризис здесь не несет негативного смысла. Я хочу объяснить, что слово «призис» не имеет никакого смысла негативного. Имеется ли риск изменения или переном кредита? Да. У нас все-таки в результате появилось изменение. Кризис в тенденции. То есть это такие периоды, когда ставка начинала падать после стабильной или возрастающей динамики? Это фрагмент таблицы, где приведены такие периоды, выделенные для разных стран. Околоназвание стран под начало снижения процентов предельной ставки. В некоторых странах, когда было несколько таких периодов, выделенные для разных стран, это показаны цифры около названия страны. В целом, мы выделили 51 такой период в 41 стране. Продолжительность этих периодов составляла в разных странах от 3 до 9 лет. Для того, чтобы понять, с какой скоростью снижалась ставка, мы рассчитывали наклон кривой снижения в первые три года. По этому принципу попрасит сортирование этой таблицы. А также мы смотрели, насколько процентов снизится ставка за первые три года и за весь период. И вот так выглядят графики по всей свободности в периодах снижения ставок. И жирная линия показывает среднюю. И так, для этих выделенных периодов мы анализировали динамику экономических параметров. Основное внимание мы дали аккору внутреннюю критику. А также для формата картины анализировали изменение объема инвестиций. Мы также смотрели снижение, 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 снижение и некоторых других параметров для отдельных стран. И так, объем внутреннего кредита. Как выяснилось, объем внутреннего кредита в большинстве стран начинает расти на 3-4 год после начала снижения ставок. Эластичность внутреннего кредита, изменения внутреннего кредита по отношению к изменению кредитной ставки очень сильно различалась по странам. И практически не зависело от скорости снижения ставки. Медийная эластичность составила 0,9. И это близко к показателю характерному для России в период снижения ставки. После кризиса 2008-2009 года. Эта эластичность показана на графике красного для России. А здесь пример выделенного периода снижения ставок для Франции. Которая началась в 1990 году. Длился 7 лет. Которая началась в 1990 году. Снижение ставки было не очень большим. 5% за первые три года. Скоро зависит от период. Ну и здесь видно что после с небольшим вагом имело место рост объемов внутреннего кредита. Это то, что касалось объема подлинного кредита. Это то, что касается объема подлинного кредита. Также мы анализировали динамику инвестиций. Мы также анализировали динамику инвестиций. Мы анализировали динамику инвестиций. Мы анализировали динамику инвестиций. Объем инвестиций в большинстве стран снижался в первые 2-3 года снижения ставок. Затем начинал расти. Что касается динамики инфляции, то здесь нельзя сказать, нельзя обобщить и сделать выгод об определенной тенденции. Здесь на этом графике видно, что доля стран, в которых в период снижения ставок инфляция уменьшалась, красная показана. И доля стран, где она увеличилась, соотносится примерно как 60 к 40, то есть определенная тенденция. И еще один вывод, который мы ждем из анализа мирового опыта снижения ставок, Он касается тех стран, где было несколько периодов снижения ставок. И тут вывод заключается в том, что в большинстве стран темп снижения ставок в каждый последующий период был ниже, чем предыдущий, то есть снижение ускорялось. Ситуации были разные? Это не было привязано конкретно к известным кризисам? Поэтому можно предположить, что, попробовав снижение ставок сначала с осторожностью, убедившись в нефтильности, Далее принималось в следующий раз за решение о том, что можно это делать быстрее. Далее мы можем, как разобраться с нефтильностью, убедиться с нефтильностью, убедиться с нефтильностью, убедиться со стороны. А затем мы попробовали все переменить к анализу ситуации в России и составлению прогноза внутренних кредитов. Мы рассматривали три сценария возможных снижения ставок инерционный, ускоренный и консервативный. И в прогнозных расчетах мы используем влияние снижения ставок только в 2018 году. Потому что именно оно отразится на росте внутреннего кредита через три года. Потому что это именно то, что будет улучшиться на росте внутренних кредитов в три года. А в дальнейшем, в 2019, 2020 и 2021 годах, уже будет иметь на полном порядке дальнейшем. А инерционный сценарий подразумевает дальнейшее снижение ставки, кредитной ставки в России по экспоненциальному тренду. В 2018 году, в таком случае, ее значение составит 0,7%. И она снизится по сравнению с 2016 годом на 32%. Примеры снижения ставок с аналогичным темпом в мире имеются здесь приведены страны, где такое наблюдалось. Ситуация оказалась с аналогичным делом к стране. Поскольку снижение ставок начиналось с похожих значений, около 18-19%. Однако в большинстве стран, больше половины стран, снижение ставок было более быстрым. И мы рассмотрели ускоренный сценарий снижения ставок для России. Мы рассмотрели ускоренный сценарий снижение ставок для России. При этом сценарии, в 2018 году, снижение ставок будет составлять 7%. И снизится по сравнению с 2016 годом на 44%. Почему этот сценарий следует рассматривать, вероятно, на тракт наиболее желательный? Теперь, в том числе, вопрос о том, почему этот сценарий должен быть считанный наиболее желательный? Во-первых, это подтверждается мировым образом. То есть, в большинстве стран именно такой темп и выше использовался. Именно такое снижение таким темпом применялось. Во-вторых, в предыдущий период снижения ставок в России и темп составил 45%. То есть... Да, и ведь, потому что снижение на 44% в настоящее время будет означать хотя бы сохранение такого же темпа. То есть, снижение по ускоренному сценарию на 44% в настоящее время будет означать хотя бы сохранение такого же темпа. Это значит, что incorporate la сна列 до 44% из-за 나와 la SEVAC из-за 43, 好 после 45... Мы также смотрели консервативный сценарий, но он не представляет большого интереса. А, мы... Надо же посмотреть что это от консерватора. Но он не представляет neighborhood консерватора Vinodkio И предполагает стабилизацию величины кредитной ставки на уровень 10% с 17%. При построении прогноза объема блюдо-блюдного кредита, мы исходили... Мы исходили из прогноза роста ВВП на 3% в год и 54%. Рост ВВП на 3% в год и 54%. И использовали полученное значение эластичности, изменение внутреннего кредита по отношению к изменению процентной ставки. Здесь представлены результаты прогноза. Красная линия означает ускоренный сценарий, синяя инерциальный, зеленая консервативный. На левом графике снижение ставки, на правом изменение кредита. И на правом изменении кредита, на правом изменении кредита, на правом изменении кредита. Теперь результаты прогнозов цифров. Получается, что в текущих ценах разница между... При реализации консервативного и ускоренного сценария составляет 11 триллионов рублей. И также есть разница в таких показателях, когда дом внутреннего кредита. И в зависимости от того, что кредит отражает последующий спрос, а спрос в инвестиции... Спасибо большое за внимание. Я не помню, что были какие-то работы, которые давали численные значения прогноза объема кредитования в зависимости от скорости книжения процентов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь, я скажу, что здесь очень хорошо работают с работой и мотоцикламины. Здесь, это были пионеры, которые сделали этот работой. И мы должны их приветствовать. И мы благодарны этому новому работе. Мы благодарны этому новому работе. Но каждый новый работе сочетает желание репутаться. Я беру статистику, скажем, больницы москвы, Я беру статистику из хоботов москва, которые подают на весе, снижая температура больницы, мы скажем, с уровня 38,5. Это чисто. И мы берем статистику, скажем, на высоту, и статистику. Любой... Человек, если паспорт, скажите, как мне позвольте, а болезнь это разная? Непут кто вы дире, но они разные. И тогда, если, да, конечно, можно взять эту клинику, что вы должны взять определенную болезнь. Если есть эпидемия и гриппа, и один и тот же миру, то есть статистик для Пари, и также для Москвы, может помочь как-то представить себе ситуацию? Какие методы, такие лекарства применяются? Какое желание прагматическое это работает? Большой набор статистик для страны. Нельзя ли эти крисы? Нельзя ли эти крисы? Нельзя ли эти крисы? Нельзя ли эти крисы? Я не думаю, что вы получите в этих условиях большинство. Но действительно, я думаю, что это не так, в принципе. Но мы не знаем, что наш удар не мог понять, что такое свое предложение. Но мы не знаем, что есть для другой способ. У меня две короткие рекомендации. У нас на декабре 2014 года было 17 тестов. Сейчас 7,5. 17 тестов. Это несли считать номинально. А если брать реальные ставки, то она вроде как и не снизилась и может даже возросла. Если мы будем делать реальные ставки, то у нас не снизилась и может даже увеличилась. Не снизилась. Что ты говоришь? Да. Потому что мы работаем с реальной процентной ставки. У нас на экономике. У нас на экономике. Это было не снизилась. Это был ток, который банк плачет банку за депозит. Это был ток, который банк плачет банку за депозит. Это был ток, который банк плачет банку за депозит. Это был ток, который банк плачет банку за депозит банку за депозит банку за депозит банку. Это был ток, который банк плачет банку за депозит банку за депозит банку за депозит банку за депозит банку. Например, экономист может сделать две ошибки. Первая ошибка – не подсчитывать. Вторая ошибка – верить тому, что он считал. Проблема, которую ставит ваша работа заключается в следующем. Во-первых, вы предполагаете, что спрос на кредит находится только под влиянием процентной ставки. И во-вторых, вы предполагаете, что реакция экономики строго линейная, независимо от того, какого типа это экономика. Я ничего не имею против, в самом начале, против такой гипотезы, потому что в любом случае, в начале, надо исходить из какой-то гипотезы. Но потом, надо задать все-таки вопрос, что является детерминирующими моментами вот этого спроса на кредит? Я, например, домохозяйственная. У меня, например, есть машина, я полностью оборудовала домом, всеми бытовыми товарами. У меня нет никаких оснований взять какие-то гипотезы, какие-то деньги, кредиты. Как вам кажется, что если ставка кредитная снизится с 6% на 0,5%, это заставит меня брать заем, делать заем какой-нибудь? И наоборот, я предприятие. У меня проблема с финансированием моего производства. И вполне возможно, что моего производства дает мне прибыль в 20-25%. Потому что это производство чисто спекулятивное. И поэтому, как бы, от процентной ставки зависит. Как вы думаете, что если ставка повысится от 3% до 6%, это меня как бы задержит, чтобы дальше продолжать мое производство? Это означает, что мы не можем обойтись без конкретного анализа причины задолженности, которые делают. И второе, есть такие экономики, которые очень сильно реагируют на снижение ставок. И мы знаем, что на снижение ставок, эта экономика реагирует очень, очень чувствительно. Потому что, что мы имеем в виду домохозяйство или предприятие, уровень их задолженности очень высокий. И также, есть другие экономики, которые не так редко и сильно реагируют на повышение или снижение ставок. И так далее, нужно подумать о ситуации реальной ситуации в этом смысле в России, чтобы выбрать один из трех сценарий. И так далее, нужно подумать о том, что вы говорите. И это нужно было сделать это исследование. И это было бы очень большая ошибка, если бы вы такого анализа не сделали. Но мне кажется, нам надо знать еще здесь и другие вещи для того, чтобы мы могли уже делать выводы. И в частности, мы должны проделать этот анализ, изучение причин кредитного сброса в России в зависимости от разных агентов, операторов. И именно вот при этом условии, вы сможете перейти от общего взгляда от общих выводов к прогнозу, к прогнозируемым вещам. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . .